Вручили всю новую боевую технику Госпогранслужбе сегодня утром на Старой площади столицы. На мероприятии участвовал и глава государства, правда, немного с опозданием. А пока информацию о новых машинах мы получили с уст посла России в Кыргызстане. Он отметил, что после вступления нашей страны в Евразийский экономический союз, Россия оказывает финансово-техническую помощь и делает все для укрепления внешней границы ЕАЭС. Кыргызия вступила в ЕАЭС и ее граница с Китайской народной республикой, с Таджикистаном, с Узбекистаном стала внешней границей этого союза. Сегодня мы завершаем передачу техники для государственной пограничной службы Кыргызской республики. Которая будет использована для оборудования вот этого участка технического. Таким образом, российская сторона оснастила 11 погранзастав и поставила 125 единиц техники. Ранее было в 2018 году осуществлено оснащение 11 пограничных застав. На сегодняшний момент осуществлена поставка 125 единиц техники автомобильной и инженерной, которая, как уже сказал Андрей Андреевич, будет использоваться полностью на пограничных заставах. Полученное покрывает все потребности и нужды Госпогранслужбы, уверен председатель ведомства Уларбик Шаршеев. Соглашение трехлетней давности между правительствами двух стран об укреплении внешних границ включает в себя три этапа. Сначала были построены погранзаставы со всей необходимой инфраструктурой, затем нам передали технику высокой проходимости для перевозки людей и грузов, также экскаваторы, погрузчики и другие виды. Данная автотехника была изложена из того, что с учетом климатических условий Крызстана, местности, географическое расположение, то есть отдаленные горные участки, труднопроходимые дороги, в связи с чем все автотехники, которые сегодня представлены, это высокопроходимая автотехника является. Каждая автомобильная техника для природной и границы оборудована обогревателями. Главный пограничник также добавил, что теперь Россия намерена передать нам оборудование для охраны границ. Президент страны ознакомился со всеми боевыми разрядами лично и принял всю выстроенную технику. Россия нам очень помогает, не только по границе безопасности. Я хочу выразить благодарность вам, представитель Российской Федерации. Я вам уважаю посол.